Собачка Жуля. В безвыходных ситуациях волонтёр иногда идёт на уступки. Несмотря на все наши трудности, жизнь идёт своим чередом. И как бы хозяйка сельского мини-приюта Людмила Черницкая не старалась, иногда приходится поступать со своими желаниями, а именно идти на уступки и уговоры некоторых людей. По многим причинам волонтёр в основном отказывает забирать то или иное женводное. Здоровье подвело, с каждым годом становится всё тяжелее и ухаживает за своими собственными хвостиками. Наше финансовое положение, вообще разговоры отдельно. Лечить, кормить животных физически не за что фактически. Так как постоянной финансовой поддержки у нас нет, приходится просить помощи и поддержки у простых людей, не безразличных. Наш приют существует благодаря помощи наших друзей и людей, которым не безразлична судьба животных, но, к сожалению, эта помощь не покрывает всех расходов, которые необходимы для полноценной жизни наших хвостиков. Особенно это касается лечения, поездок в город за продуктами и в клинику. За физическую помощь разговора вообще нет, так как и самой этой помощи. Рабочих помощников у нас нет, как в больших официальных приютах. Волонтёр инвалид одна, всю работу приходится выполнять ей самой. Иногда это просто нереально, как тяжело, с учетом того, что женщина сама по себе не сильно здорова. Личного транспорта у нас тоже нет, поэтому выехать в город не всегда получается. За такси, за каждую поездку надо оплачивать огромные средства. Да и не каждый соглашается ехать, поэтому это создаёт огромную проблему для приюта. Но даже несмотря на эти проблемы, порой бывают безвыходные ситуации. Знакомьтесь, у нас плюс один хвостик, Жуля. Одна женщина слезно умоляла забрать собачку, которая прожила у них во дворе 4 года. К сожалению, у нас так заведено, кто-то кормит животных, а кому-то они сильно мешают. На Жулю написано заявление, если не уберут с улицы собачку, просто травят. Как ни печально, но, увы, такое встречается у нас очень часто. Сегодня Жулю привезли к нам, собачка стерилизована, волонтёр поселил её в вольер, где раньше жил Дик. Пока будем пересматриваться и думать, что делать дальше, можно ли её выпускать вместе с остальными. Очень хочется надеяться, что наши хвостики найдут с ней общий язык, а не так, как с Лордом и Реем. Друзья, в приюте около 80 животных, много стариков и инвалидов, которым необходимо лечение, диета, много бытовых проблем, которые не заканчиваются, наоборот, становится всё больше. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Все хвостики подобраны с улицы, помогайте кто чем может. Мы будем очень благодарны за любую оказанную нам помощь. Если кто-то захочет подарить Жулечке второй шанс, мы будем очень только рады за неё. Тихо, ну давай как. Жуля? Держи крепко, чтобы не убежали.